Сегодня в НАТО в срочном порядке согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита в Литве, который начнется уже завтра. США, Великобритания, Франция, Германия обсуждали этот вопрос Украины несколько недель. Они также обратились к другим союзникам по Североатлантическому альянсу ЕС и G7. Об этом изданию «Политика» сообщили четыре чиновника, знакомые с ходом переговоров. Во время них определяют, какие промежуточные обязательства в сфере безопасности могут быть предоставлены до завершения войны и вступления в НАТО. Идея состоит в том, чтобы создать так называемый «зонтик» для стран, которые готовы оказывать Украине постоянную военную помощь, даже если детали будут отличаться в зависимости от государства. По сути, это гарантия для Украины, что мы еще очень долго будем оснащать ее вооруженные силы, финансировать, консультировать и тренировать их, для того, чтобы они имели силу сдерживать любую будущую агрессию. Каждая заинтересованная страна должна будет в двустороннем порядке определить с Украиной, какими будут ее обязательства. И это может быть от противовоздушной обороны до танков и чего угодно. Из комментария «Политика» высокопоставленного дипломата НАТО. Украина на саммите НАТО ожидает получить от стран-участниц Североатлантического альянса надежные и четкие гарантии безопасности на период, пока не войдет в блок. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью ABC News и отметил, что в ином случае ему нет смысла ехать в Вильнюс. Давайте услышим. Саммит НАТО очень важен, и это дело политической воли – найти нужные формулировки и пригласить Украину. Это будет важный месседж, что Альянс не боится России. Украина должна получить четкие гарантии безопасности, пока она не входит в блок. Только при таких условиях наша встреча будет иметь смысл, иначе это очередная политика. Мы работаем над тем, чтобы помочь партнерам сделать определенные выводы накануне саммита и хотели бы, чтобы все решения были приняты в течение него. В этом случае очевидно, что я буду там и сделаю все, чтобы ускорить договоренность с нашими партнерами. Я не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения. По итогам саммита в Вильнюсе путь Украины в НАТО станет короче. Этому поспособствовали визиты президента Владимира Зеленского в Болгарию, Чехию, Словакию, Турцию, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Но, по его мнению, сегодня не хватает решения, которое сделает этот путь еще быстрее. Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы, и это очень значительный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет. А мы вместе с ближайшими партнерами это сделали. Но не хватает решения, которое сделает путь в Альянс еще быстрее. Ясности относительно приглашения Украины ко вступлению. Сейчас уникальный момент, чтобы внести эту ясность. Для НАТО потерять такую возможность будет означать сделать подарок Путину в момент, когда его нужно дожимать на всех фронтах. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в сети Инстаграм. Решение об обязательствах, о которых удастся договориться на саммите, не разочарует Украину. Такое мнение выразил президент Литвы Гитана Снауседа. Он отметил, что не стал бы категорично формулировать, что страна не получит приглашение вступить в НАТО после войны в той или иной форме. По его словам, это именно то, что сейчас обсуждается в Альянсе. И успех будет означать, если участники скажут больше, чем на встрече в Бухаресте в 2008 году. У меня есть ощущение, что мы найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли озвучивать. Есть ни одно, ни два и даже ни четыре государства, которые хотели бы более масштабного текста. И именно сейчас идет диалог между ними и более осторожными странами. Надеюсь, он завершится взаимоприемлемым способом. Гитана Снауседа, президент Литвы. В то же время Германия собирается настаивать на отсрочке вступления Украины в Альянс из-за опасений, что такой шаг может привести к войне стран-членов НАТО с Россией. Об этом сообщает The Telegraph. Издание пишет, что Берлин использует саммит в Вильнисе, чтобы призвать других сосредоточиться только на гарантиях безопасности, а не на предложениях членства и чтобы помочь Украине защитить себя без вступления в блок. Берлин сдержанно относится к перспективе немедленного членства. Ему нужен процесс и время, чтобы разработать гарантии, фактически заблокировав членство. Германия не хочет видеть, как Владимир Путин потенциально испытывал бы пятую статью. Из комментариев The Telegraph анонимного источника в НАТО. Для расширения НАТО требуется единогласное согласие 31 государства-члена Альянса. На данный момент уже 23 страны подписали совместное с Украиной заявление о поддержке ее вступления в блок. В Киеве призывают партнеров не опасаться риской эскалации войны из-за решения членства и подчеркивают, что предоставления некоторых политиков о России, как о рациональном игроке, являются ошибочными, поскольку действия Кремля и подконтрольной ему армии уже неоднократно доказали, что Россия страна-террорист. Субтитры создавал DimaTorzok